Важнейшим мероприятием в каждом фестивале, не исключением стало и открытие фестиваля в этом году, являются совместные номера, подготовленные участниками коллективов разных делегаций. Не только участникам гала-концерта на торжественном открытии фестиваля творчества юных выпали роли по морской тематике, словно из морских глубин шагнули на сцену высокие гости. Я приветствую вас в нашем морском, красивом, уютном, теплом и доброжелательном к детям городе. И хочу пожелать вам всем от того творческих успехов, счастья, новых друзей и снова приехать в наш славный город. Заместитель главы города Курорта Анапа Людмила Гузенко оказалась в роли морской феи-русалки, а член постоянного комитета союзного государства Белоруссии и России Иван Бамбиза в роли самого Нептуна. Сегодня здесь будут представлены 18 регионов России и Белоруссии. Приглашаю всех бурными аплодисментами поддержать наши творческие дарования. Таланты не терпят рамок, поэтому на фестивале самые разные номинанты, на гран-при, каждый в своей номинации. Танцоры, певцы, музыканты, гимнасты, шоу-театры и театры моды. Наши соседи из Ставропольского края, творческий коллектив «Степные звездочки» привез мини-спектакль. Фантазии Киплинка через собственное видение сказки о Маугле. Танец с элементами акробатики. Мы занимаемся гимнастикой. Я уже шесть лет. Мы готовились почти год. Это упражнение мы готовили. У нас девочки-обезьянки. Маунгли есть мальчик, пантера. Мы очень хорошо подготовились к нему и надеемся, что будем лучшими. Не знает границ дружбы народов. Выбор песен Марка Войтко из белорусского городка Молодечно оказался весьма кстати для Анапы. Моя мама проживает в Греции уже большое количество времени. И я там тоже часто бываю. И мне очень нравится культура Греции. Поэтому я решил попробовать себя в чем-то новом и начал учить песни на греческом языке. Творчество юных – это фестиваль моря, солнца и счастливых детских улыбок. Фестиваль занимает важное место среди программ союзного государства. Предоставляет участникам уникальную возможность совершенствования исполнительского мастерства и расширяет горизонты общения. Дает возможность увидеть, как работают педагоги дополнительного образования других государств. На этот фестиваль мы приехали впервые. Ну, как бы всегда нужно пробовать там, где мы еще себя не опробовали. Фестиваль нам с первых дней, план мероприятий безумно понравился. Потому что такой новинки мы еще не были. Так как у нас объединение художественная гимнастика, а мы сейчас будем себя, так сказать, танцевальным коллективом еще предоставлять. Поэтому для нас это новшество. Мы вообще приехали сюда за положительными эмоциями и за опытом соответственно. Помимо ежедневных репетиций и концертов, участники фестиваля посетят тематические мастер-классы и творческие встречи с мастерами искусств. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа. Регион.